привет стимаше давайте посмотрим переходник с китайской вилки плоская такая такая кротором дается китайским на российский стандарт на российский сейчас тоже две вилки используются тонкие штырьки сыровские и европейский более толстый сейчас это считается как бы российский есть штырьки как я понимаю не более тонкие это под ссср русский стандарт диаметр здесь под китайскую плоские сбоку это опять же с европейской ссср вскую разъем дурацкие некачественные стоит 50 до 100 даже рублей иногда может быть и дороже один раз я видел чуть ли там не 150 рублей но сделан некачественно магнититься не должны контакты они должны в латуни быть сделаны ну видите это сталь еще сами оказывается контакты которые вилка вставляется внешние тоже тоже стать я думал хотя бы это латунь но нет вот такой вот план при себестоимости там рублей 5 наверно продают за 50 огромные доходы просто вот стандартная недорогая вилка какая-то по-моему российская белорусская видите она не магнитится это винты вот эти вот винты которым провод крепится сам сам не магнитится даже дешевым даже дешевых отечественных нормальные детали а это говнище китайская еще один попал мне переходничок этот далее а это я купил думал получше но ничего подобного вот так выглядит то же самое как видите сталь штырек здесь на латунь похоже на желтый такой цвет но тоже магнитится ли это магнитится понимаю это передается со штырька стали здесь он запечатан я не могу оторвать даже контакт проверить латунь это не латунь по скрести нужно конечно сбоку тогда было бы видно в общем тоже не некачественная некачественный переходник тоже стоит около 50 рублей еще один на одну модель я видел рублей 70 80 стоило и и пока не потестировал но в чем проблема в том что при большой нагрузке в подобных контактах нагрев может происходить перегреется замкнет вплоть до пожар все это вранье что здесь написано 16 ампер здесь так забыл еще интересную деталь сказать здесь видите штырек контактом просто присоединяется сейчас покажу вот так вот просто присоединяется вставляете через такое соединение чуть отойдет передавать 21 киловатт это просто ужас это вот это вот реальный хлам будет вот переходник ни в коем случае не берите это ужас выглядит получше более-менее крышка него а ну в этот переходник китайский не под китайский но здесь можно подогнуть в контакте вот эти и тоже когда замкнет то есть этот с китайским вообще не работает а вот тот работает на этом обзор заканчиваю был обзор переходников китайская европейская на ссср вский этот очень плохой этот просто плохой подписывайтесь ставьте уведомления пока тримаши